Девушки отдыхают Девушки отдыхают Шарик отскакивает не только от поверхности стола Соответственно, но и от боковых стенок И от потолка Шарик у вас где-то в кармане видимо? Да, конечно На улице прохладно Поэтому мы его немножко согреваем И, собственно, интерес состоит в том Что шарик непредсказуемо всегда отскакивает И вы ждете, что он прямо полетит Он может полететь наверх Ну давайте попробуем Ладно, Женя, на исходную поехали Раз, два, три Подача Подожди, я же не могу так быстро добежать. Ну, Женя, Женя, ну Женя. Давай, я готова, подожди. Так. У вас неплохо получается для первого раза? Мне кажется, нам мешает вот эта штука, в нее еще ударяется. Давай. Ну нет, ну это же используется как сетка. Правильно я понимаю? Нет, я обрету, вот это у меня введу. Все по правилам тенниса. Несколько подач. Локация отлично подходит для летних фестивалей, мероприятий. Ну да, ну а минус, минус этой локации. Иди сюда, Женя, все, клади эту. Как это, мы только начали. У нас еще есть, у нас еще есть. Как мне кажется, это то, что нужно поставить ее таким образом, чтобы ветер все-таки не мешал внутри, да, нахождению шарика. Ну да. Ну, как правило, ветра нет все-таки на летних площадках, на мероприятиях. Сегодня немножко погода подводит. Такую погоду никто не играет, да. Камон, everybody, за мной! Ну, вам это не мешало, хорошо сыграть. Вон еще что есть, смотрите. Дартс! Да, это площадка, гигантский дартс, 3 метра в высоту. Егор сам ткал, сам шивал, сам занимался разметкой. Дайте, дайте, посмотрите. Вот это можно доставать? Да, конечно, это дротики не на липучках. По 5 кубиков дается каждому игроку. Так, Ваня, у тебя будут белые, давай, для чистоты эксперимента. Да, уже не белые все. Бросать будем от линии бордюры. Так, так, давайте. Мне черные. И что тут нужно делать? Вот отсюда? Все как в классическом дартсе. Нужно набрать наибольшее количество очков. Допустим, мероприятие Team Building, подбегает команда, у них есть там 10 кубиков, им нужно за 10 попыток набрать наибольшее количество очков. Вот давай, по-честному, вставай на бордюс. И команда победителя определяется. Ой, по-честному. Давай, поехали, Жень. Я думаю, что мы сейчас без усиляющих коэффициентов будем играть, просто кто больше очков наберет, тот победил. Так, 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 еще. Две попытки. Еще две. Так. Так, теперь моя очередь. Давай! Ха-ха-ха, мимо! 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 Ну! Ну ладно. Из простых подсчетов можно сказать, что Евгения держала победу. Да и у меня еще один есть, подождите. Яблочко! Да, но вот смотрите, а вам не казалось, чтобы вот эти вот кубики чуть-чуть утяжелить? Чуть-чуть совсем. Может быть. Песка туда насыпать, да, или еще что-нибудь. Посмотрим, как покажут себя, скажем так, в поле. Короче, сами... А вы ее еще не тестировали? Она буквально первый раз сегодня вообще собрана, да. И вам сразу сжар. Представьте, у нас эксклюзив, у нас сегодня эксклюзив, еще никто ее не видел. А вы смотрите ее в новом утре. Подобные вещи для уличных забав, конечно, как мне кажется, доступны каждому. Правда же? Потому что можно выбрать по бюджету вашего мероприятия или торжества все, что вы захотите. Можно и побольше, можно и поменьше. В целом, конечно, такие игры, которые появляются с каждым годом, доставляют кучу радости и эмоций всем гостям. И хорошо, что в нашем городе появляются такие творческие люди, которые не оставляют в стороне подобные вещи. Спасибо, Егор, с утра пораньше. Будем надеяться, что за два часа вы соберетесь, да, все, и трубол, и вот этот вот гигантский дартс. Проложается эфир нашей программы прямо сейчас. Всем еще раз доброго, игрового, творческого утра.